В Атараусской области остановлено распространение опасного заболевания среди крупного рогатого скота. На лечение от модулярного дерматита из местного бюджета было выделено 4,5 миллиона тенге. Подробности у нашего корреспондента Гульнары Жандагуловой. Вспышка инфекционного заболевания произошла в июле. Вирус попал на территорию Казахстана из России, хотя ранее болезнь была характерна лишь для африканского континента. Но в последнее время все чаще инфекцию появляют именно в переграничных российских областях. Как раз в мае такая произошла в Поволжье и на Северном Кавказе. Инфекция передается животным в основном кровососущими насекомыми, комарами, москитами и мухами. От коварного вируса, который сопровождается у животных лихорадкой, отеком органов, поражением глаз, в Атараусской области пострадало более 6 тысяч коров, пало около 800. Пробы были направлены для исследования во Всероссийский научно-исследовательский институт. Был установлен вирус надулярного дерматита. После получения результатов лабораторных исследований, руководство области вело карантин сразу в нескольких районах – Махамбетском, Курмангазинском и Исатайском. При этом мельсихозе заверили, что после выздоровления мясо коров в Атараусской области от надулярного дерматита можно употреблять в пищу. На сегодняшний день падеж остановился. Из местного бюджета было выделено порядка 4,5 миллионов тенге для проведения симптоматического лечения. По правилам, режим карантина снимается через 30 дней после выздоровления всех заболевших животных. Но даже после этого в течение года сохраняется запрет на вывоз и реализацию крупного рогатого скота за пределы зараженной территории. Гуляра Жендагулова, Азамат Саметов, Канат Абильдин. Итоги дня.